Югорские биатлонисты 0,7 секунды ему уступил Михаил Бурундуков. На секунду отстал от югорчан Виктор Пливцев из Удмуртии. В итоге золото и серебро у югорчан. Замкнул шестерку сильнейших еще один югорчанин Иван Томилов. Завтра спортсмены выйдут на старт спринтерской гонки. Хоккеисты Югры начали домашнюю серию с победы. Первым соперником был Торос из Нефтекамска. Гости активно начали встречу и на пятой минуте вышли вперед. Югорчане смогли отыграться только в третьем периоде. За минуту подопечные Вадима и Панчинцева забросили две шайбы. Хоккеисты Тороса не хотели отдавать победу хозяевам льда и пошли ва-банк, сняв вратаря. За минуту до конца игры это принесло свои плоды. Счет на Тоблов вновь засиял ничейным результатом 2-2. Исход поединка решился в овертайме. Уже спустя две минуты Евгений Рымарев принес югорчанам победу в этом непростом матче 3-2. Югра по-прежнему возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата, имея в своем активе 69 очков. Завтра югорчане сыграют с молотом. Хороший боевой матч, хороший соперник сегодня. Очень понравился. Молодой, небольшой уросточка, технически хорошо оснащенный. Но тем не менее, много играли неравных составов. Единственный момент, который надо нашей команде потянуть. Команда идет на первом месте не только в лидерах в таблице, но и в лидерах идет по удалениям. Так что вот этот момент единственный, который стоит обратить внимание. Ну, удаление, удаление розни. Но тем не менее, хорошо оборонялись. Детская поликлиника Нягани готовится к вакцинации детей от новой коронавирусной инфекции. Речь идет о добровольной вакцинации подростков с 12-летнего возраста. Ожидается, что масштабная прививочная кампания от COVID-19 затронет около 5000 подростков. В преддверии вакцинации в городе опросят родителей о необходимости прививок против коронавируса. Опрос будут проводить в группах детской поликлиники в соцсетях, мессенджерах и пабликах, а также на официальном сайте учреждения. Как отметили в Няганской больнице, с начала пандемии в городе коронавирусом заразились более 1160 детей. Среди них есть и случаи тяжелого течения болезни. Контактных среди маленьких няганцев несколько тысяч. Медики напоминают, что лучшая защита от коронавируса – это вакцинация. Губернатор Югры Наталья Комарова проведет сегодня первый в этом году прямой эфир. Темой встречи станет работа коммунальных и дорожных служб, состояние зимников и ход исполнения ранее данных поручений губернатора. Одной из главных тем для обсуждения станет уборка снега. Именно ее центры управления регионом фиксируют как одно из самых проблемных в январе. С начала года по этому вопросу поступило 641 обращение. Сразу несколько человек в аккаунте губернатора рассказали о сложной ситуации в Ленторе. Местные жители жалуются на 10-метровые кучи снега и заснеженные дороги. Сугробы на проезжей части создают аварийные ситуации. Помимо этого ленторцы переживают, что обилие снега в городе весной приведет к подтоплению жилых домов. Начало эфира в 12 часов в аккаунтах губернатора в соцсетях. Авиакомпания «ЮТЕЙР» запустит прямой рейс из Нижневартовска в Краснодар. Рейс должен появиться в расписании уже 31 мая. Полеты будут выполняться дважды в неделю, во вторник и пятницу. Время в пути составит около 4,5 часов. А минимальная стоимость билета по маршруту туда и обратно составит 24 670 рублей. Добавим, что вылеты будут осуществляться вплоть до конца сентября. В Березовском районе закрыли зимники и ледовые переправы для большегрузов. Всему виной теплая погода. Об этом сообщил окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта. 21 января в Березовском районе по прогнозам синоптиков ожидается минус 7 градусов по Цельсию. Возможен снегопад. Добавим, что за несколько дней до этого на улице термометры зафиксировали температуру около нуля. До конца недели погода в муниципалитете существенно не изменится. Анатолий Карпов проведет мастер-класс по шахматам в Сургутском районе. Уже известно, что в мае спортсмен посетит международный турнир, который пройдет в Пойковском. Власти муниципалитета смогли убедить шахматиста посетить их поселение. Напомню, что Анатолий Карпов является чемпионом мира по шахматам. Добавим, что мероприятие пройдет в рамках большого спортивного проекта, в котором именитые атлеты поделятся своими историями успеха с маленькими югорчанами. 10 тысяч литров нелицензированного алкоголя изъяли югорские полицейские. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления полиции. Оперативно-профилактическую операцию «Алкоголь» провели в муниципалитетах округа. Проверяли магазины с лицензией на торговлю спиртным и без лицензии. Особое внимание уделили сельским магазинам в удаленных территориях. В пяти муниципалитетах нашли контрафакт, аналогичный алкоголю, от употребления которого ранее скончались жители Кандинского и Октябрьского районов. Возбуждено пять уголовных дел, фигурантами по которым проходит 9 человек. Составлено более 30 протоколов об административных правонарушениях за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции физическими лицами, а также за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сотрудниками ГИБДД проверяются транспортные средства, осуществляющие перевозку алкогольной продукции. Прокуратура Урая проводит проверку алкоголя. Поводом к усилению контроля послужили недавние случаи отравления спиртосодержащим суррогатом жителей поселков Кандинское и Уньюган. Несколько человек скончались. Аналогичные случаи зафиксировали и в других районах Тюменской области. Напомню, губернатор дала поручение разработать специальный межведомственный план для борьбы с суррогатным алкоголем в Югре. А пока в муниципалитетах округа проходят рейды. В Урае случаев отравления суррогатами не выявили. Тем не менее, прокуратура города настоятельно рекомендует при покупке спиртного обращать внимание на наличие в магазине лицензии на реализацию данной продукции. Не лишним будет тщательно осмотреть и саму бутылку. На ней должна быть маркировка и акцизная марка. Приняты определенные организационные меры. Рейды, мероприятия, они также проводятся и будут проводиться. Работа в данном направлении не только в связи с этими событиями организована, она ведется на постоянной основе. И со специальным мобильным приложением, которое может наведением на акцизную марку, можно определить практически всю историю той или иной бутылки спиртного с момента ее выпуска на заводе до той конечной торговой точки, где оно стало реализовываться. В любом случае информация о лицензиях размещается на информационном стенде торгового объекта. В Нефтьюганске сбили пешехода. Водитель микроавтобуса поворачивал налево на зеленый сигнал светофора и наехал на 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу на красный. Двумя часами ранее в Березово также сбили 72-летнюю женщину. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода на нерегулируемом перекрестке. Ее сбило Нива-Шевроле. В обоих случаях пострадавшие отделались травмами. Всего же за минувшие сутки в Югре зарегистрировали 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек. С признаками опьянения полицейские выявили семерых водителей. От освидетельствования отказались пятеро. Повторно сели за руль пьяными двое. Кроме того, за выезд на встречку к ответственности привлекли 30 человек. Правилами перевозки детей пренебрегли 38. Следж-хоккеисты Нефтьюганска получили командную форму. Это заслуга 15-летнего волонтера. Богдан Родионов сам 12 лет играет за хоккейный клуб «Нефтьюганские медведи». Теперь помогает развивать адаптивную секцию для детей с инвалидностью. Чтобы объединить ребят не только спортом, но и единым стилем, принял участие в конкурсе на гранд-губернатора для физических лиц. Вместе с мамой они разработали логотип и заказали единую одежду для ребят, занимающихся адаптивным хоккеем, а также для наставников-тьютеров. Фирменные свитеры сладж-хоккеисты получили в торжественной обстановке. По этому случаю в Нефтьюганске организовали посвящение в хоккейное братство и игры в формате «Юнифайт». Наши дети не должны обделяться. Я решил создать гранд-губернатора свой проект, чтобы купить майки детям, чтобы они играли под нашим логотипом, потому что мы все нефтьюганские, должны играть под одним логотипом. Наши дети готовятся к выезду в город Москва. В феврале месяце поедут на интенсив и поедут уже красивые майки. Как нефтьюганские медведи, там будут со всей России детки по специальному хоккейу на этом интенсиве. И поэтому мы как бы спешили и очень хорошо сработали с Центром гражданских инициатив ЮГРЫ. Ростелеком решил продлить новогодние праздники и устроил киномарафон. А у югорчан появилась возможность бесплатно смотреть фильмы на видеосервисе ВИНК. Благодаря этой праздничной акции платный видеоконтент для зрителей может стать бесплатным. Для этого, как ни парадоксально, достаточно смотреть фильмы. Плюс праздничной акции в том, что зарабатывать бонусные фильмы легко. Нужно просто смотреть кино. И чем чаще вы это делаете, тем получается выгоднее. Абонент получает в подарок фильм за просмотр трех любых картин ВИНК. Платные, бесплатные или по подписке. Получить сертификат на бесплатный фильм можно уже в следующем месяце. Те, кто успел узнать об акции раньше, формируют свой плейлист на февраль. Потому что за три просмотренные картины полагается в подарок один фильм. А за шесть уже два. И так далее. Арифметика простая. Таким образом, можно накопить шесть бесплатных фильмов. Это очень удобно. Я вот уже посмотрела лидеров кинопрокат 2021 года. Охотники за привидениями. Шан-Чи. Последняя дуэль. А сыну достался мультфильм «Босс молокосос» в подарок. Акция по набору количества просмотренных фильмов продлится до конца января. Сертификаты на бесплатные фильмы заработают с 1 февраля. Впрочем, использовать их можно особенно не торопиться. Действовать они будут в течение полугода.